Расскажите о том, как сочиняли саундтрек сериал «Слуга народа». Долго ли? Спрашивает Анна. «Слуга народа». Ну, в сентябре ко мне обратилась студия «Квартал 95» с предложением написать песню для сериала «Слуга народа». Собственно, мне прислали монолог Зеленского в школьном классе. Этот самый знаменитый монолог, который потом очень широко разошелся по сети, где он ругает власть. И мне стало очень интересно, потому что ничего подобного я у нас, ну, как и вы, не видел. И мне захотелось написать песню. Песню о человеке, который, с одной стороны, обычный человек, такой же, как мы все, живет в обычном дворе. И терзаем такими же сомнениями и сложностями. Но при этом внутри него живет Супермен, способный своим искренним желанием сделать свою страну лучше, заразить этим других людей. С одной стороны, это такая очень ироничная песня о украинском чиновнике, которому море по колено. С другой стороны, это песня о человеке, который может все. Песня написалась очень быстро, это было несложно. Вообще, я думаю, что, конечно, Квартал этим сериалом и другими своими работами сейчас делает колоссальное дело. Это, конечно, что-то большее, чем просто сатира и чем просто энтетеймент. Но этот сериал абсолютно очевидно влияет на людей. Он заставляет, дает возможность людям визуализировать в своей голове вообще эту ситуацию. И я думаю, в будущем это аукнется обязательно. Это не значит, что учитель истории рядовой станет президентом Украины или учитель физкультуры. Но это значит, что люди будут хотеть видеть в власти совсем других людей рано или поздно. И рано или поздно люди захотят этого добиться. И все, и такие люди появятся. Привет! Это Хелен. Привет, Дима, на ваш город очень-очень ждет Ивано-Франківску. Особенно я уже второй год ждю. А я уже пятый год, вы знаете, ждю, когда мы наконец-то приедем в Ивано-Франківск. Скажите, что вы планируете видеть Ивано-Франківску рамках второй части Турка? Спасибо, хорошего дня. Так, очень хочется видеть Ивано-Франківску, вторую часть Турка, которая сейчас планируется. И как только будет конкретно информация из этого привода, вы про все узнаете. Дякую за то, що вы чекаєте. Ивано-Франківску чудове місце. І мені хотілося б приїхати туди не тільки проїздом, що як туристом, а і з концертом п'єннобой. Кристина, якщо б у вас була можнасть чтобы я все-таки решился пригласить ту девушку на бал. Доброго часу дня, Дмитрия. Я б хотів запитатися, які гурти ви б могли порадити, послухати. Та що ви робите, коли вам нудно? Дякую. Що я роблю, коли мені нудно? Дивлюсь баскетболу, NBA. Болеваю за Сан-Антоніо. Цього року вони візьмуть шосте чемпіонство. Я сподіваюся дуже на це. Які гурти я міг би порадити? Ну, зараз їхав, почув знову по радіо нову пісню Сенсея. Мені дуже подобається. Мені подобається, що в них з'явився жіночий байк-вокал. Ну, у мене він був завжди, тому, ну, будь я люблю його чути. І пісня дуже класно звучить. Мені подобається, що робить зараз Петя Чернявський. Ну, таїнчий людь. Какой вопрос вам ніколи не задавали, але ви хотіли б його услышати? Какой ваш любимий город? Расскажіть, якщо? Спрашивається Милена. Ну, наверное, ответ буде похожий на ответ на предыдущий вопрос. Не може бути любимих или нелюбимих вопросів. Не може бути любимих или нелюбимих городів. Кожен день відбувається завжди. ПОЕТОМУ. Город, в котором я нахожусь сейчас, мой любимый город однозначно. Ну, плюс к этому Барселона, Одесса и города, в которых я еще не был. Вы очень независимый, внутренней свободой и правильный человек. Это сразу висается в глаза. Очевидно, что у вас может быть хороших отношений со всеми. Если у вас враги в шоу-бизнесе, кого бы вы не хотели иметь во врагах. Открытых врагов в шоу-бизнесе у меня нет. У нас вообще в шоу-бизнесе не принято открыто враждовать друг с другом. Это, наверное, наследие еще советских времен. Недоброжелательный хватает, насколько я знаю. Пицца-кей. Кстати, шоу-бизнес висит наш на стенах. Можно сразу посмотреть. Никто из висящих здесь, насколько я знаю, не является моим врагом или недоброжелателем. Кто, как там, кто, кто враги? Никого не хотел бы иметь во врагах. Это вообще странный вопрос. Анна. Добрый день, Дюма. Привет из Харькова. Чи не плануете вы когда-нибудь выступить в Харьковской филармонии или в оперном театре? Было бы очень круто. Завжди вам радио в нашем городе. Приезжайте чаще. С удовольствием. Я вообще, это моя таймничая амбиция. Зиграть в операх всех мест. И больше играть на живом инструменте. И работать с атмосферой самых старых исторических залах. Мы это делаем. Мы делали в Львове, играли в филармонии. Мы делали в Одессе много раз в Одессской филармонии. Вот. И будем делать это в следующем году, я думаю, что намного чаще. Дмитрий, обложка нового альбома. Кстати, Харьков, спасибо за флешмоб. Было очень приятно. Дмитрий, обложка нового альбома просто супер. Расскажите, пожалуйста, как она создавалась? Спасибо. Мне тоже очень нравится обложка. Обложка яркая. Обложка аналоговая, сделанная руками, пальцами и сердцем живого, настоящего художника. Зовут его Сергей Детерев. Ну, опять же, фильм о создании обложки можно посмотреть в сети. Вера, если бы у вас была возможность встретиться с ведущейся личностью из любой эпохи, кто бы это был и о чем бы вы говорили? Я хотел бы встретиться с Бахом, наверное. Хотел бы с Бахом встретиться, с Эрганом Себастьяном. Мне интересно было бы узнать у него, как он смог настолько всего успеть, как он сочетал весь этот свой музыкальный... Я не знаю, всю эту музыкальную лавину со своей семьей, где у него было очень много детей. Хотя, наверное, ему это удавалось, потому что тогда еще не было интернета. Лариса влюбилась в кавер «Шампанские очи», который исполнили на концерте памяти Кузьмы. Почему исполнили именно эту песню? Каково было выступать на таком сложном концерте? Сложно не влюбиться в эту песню. Песня... Но она очень наполнена любовью. Выбрать эту песню мне подсказала Тонина Ивлева, которая дружит со Светланой, женой Кузьмы. И после того, как песню, которую я хотел петь, выбрал другой артист, с которой мне не хотелось спорить и вугаться за песню в таком случае. Я послушал песню, и она мне понравилась, и я решил запеть каково все. Наверное, это была единственная песня в концерте, которую люди до этого в массе своей не слышали. Поэтому очень приятно, что она многих зацепила. И для меня это было очень важно. Потому что я очень давний слушатель и фанат группы «Скрябин». И теперь перебирайте об, чтобы я не больше, никогда не захотел. Используйте, чтоไดл indicал. Используйте, что это тупо. Управдение по пациенту и сделать даст. Используйте что-тоweg, вроде бы, вот так, и спорте. Управдение по пациенту. Используйте, что было так. Но это было очень много. Используйте работу. Продолжение следует...